Имущественные права мы сохраняем за собой, и управление и власть мы будем осуществлять непосредственно, либо через свой род. Получается, вам вот это, все вот эти ОМВД, ФМС, ЗАГС, это все не нужны? У вас свои учетные записи? Совершенно верно. Я сама юрист профессиональный. Все это крутится вокруг имущественного права. Невестка и сын, они без паспортов. Я прохожу здание суда, в администрации, в полицию по родовой грамоте. Ты билеты брала, допустим? Билет, да, можно брать. По билетам ЖД особых проблем нет. Принято решение по возрождению родовой общины. Я пока не увижу собственных глазами, я не поверю. Ну и какая у них реакция была? Что такое домовая книга? Вы ее сами написали? Или та, которая в паспортном столе находится? А вы такую штуку, как родовая книга, книга живых создали? Ой, какие молодцы вы. Какие вы молодцы. А зачем вы сами себя старите? Не старейшина, а глава. Что-то я какой-то старый стал. Я стар, я очень старый, я супер стар. Понятно, что они хорошо начали относиться. В итоге, что произошло? Машину вернули? Да. Вы же точно так же можете и машины регистрировать в этой же книге. Община-то выше, чем в РФ. Ясно. Хороший опыт. Покупаете в РФ и переоформляете на общину. Получается, вот эти физлица, они вообще не имеют имущественных прав никаких. Вот поэтому, когда в суд приходишь и говоришь, что я живой мужчина, и не несу никакой ответственности за данную персону, то вся ответственность перекладывается на того попечителя. Поэтому они против своих хозяев пойти не могут. Ну, таких общин уже у нас больше десятка. Ну, молодцы, молодцы. Все уже перепробовали. И ТОСы, и МСУ, и все на свете. Все равно все приходят к общинам. Это очень важный разговор. Я думаю, всем будет интересно. Коротко, в двух словах. Что за два паспорта, куда вы их сдали, и что в итоге получилось? Мы учредили родовую общину. Вернее, мы учредили это слово такое уже нехорошее. Мы применяем свои слова русские. Мы возродили родовую общину. То есть это произошло следующим образом. Я получила наследство от мамы. Это домовладение плюс земля. В деревне. Ну, короче, дом в деревне. Получив нотариальное свидетельство о вступлении в наследство, я не стала регистрировать его в Российской Федерации. Ну, в Российской Федерации. После этого мы заявили через газету о возрождении своего рода, через комсомольскую правду. И у нас теперь вот эта родовая община. После этого нотариально заверили у нотариуса заявление о вступлении в правах и расторжении всех договоров. Вот. На основании этого, в этом же заявлении, в нотариальном, мы указали, что основным документом каждого человека и народа, в скобках нарожденного в роду Радовича, является родовая грамота. После чего я выписывала себе родовую грамоту и стала ее использовать. В принципе, никаких препятствий нигде нету. В смысле, где это полиция, это куда я хожу иногда. В общем, они ее принимают, они ее копируют, оставляют себе копию, и, в общем, никаких нет. А здесь у моего сына, у меня есть сын и невестка, он женился. Им обоим по 20 лет. Невестка меняет фамилию, да, на нашу. Мы сдаем ее паспорт. И, значит, это было в сентябре месяце. Мы сдаем паспорт, и в графе, через МФЦ мы это делали, и в графе 18 в этом пункте, где написано было сначала особые отметки, она пишет своей рукой, что имущественные права оставляю за собой и родом Орлановичевых. Ну, это нашим родом. Подписи, дата и досаментом не являются. И расписалось после этого. Вот, сдали, значит, эти документы, все. Через месяц идем мы их получать, забирать. Нам подают такой же паспорт. Из лица, никаких отметок, ничего. Вот, мы, значит, говорим, мы этот паспорт получать не будем. Он не соответствует нашему заявленному праву. Ну, в общем, там получился небольшой скандал. Пришла там заведующая. Да, что не так, это ваше имя как написано. Нет, это все неправильно. Нет, 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 давайте мы напишем отказ. А она нам говорит, нам писать ничего не надо. Если вы его, он у нас будет, короче, храниться в 3 месяца. Если вы его не получите, мы его назад вернем. В общем, туда, в СМС. А вот, а тут в октябре моему сыну исполнилось 20 лет. И, значит, мы, я вырезаю его фотографию с паспорта, ножницами, зачеркиваю его подпись красной ручкой и пишу прямо здесь же. Договор аннулирован. И это самое восклицательное из нас. Значит, пошли мы в МФЦ. Она у нас не хотела брать. Со скандалом, в общем, приняла все-таки девушка. Но нам через неделю эти документы вернули. Якобы вы пойдете только со штрафом. Вы же вырезали фотографию, все. Вот, нам пришлось идти в ФНС. Нас хотели штрафовать на 300 рублей. За что? Но я говорю, за испорченный паспорт. Я говорю, а разве паспорт просроченный является документом? Вы налагаете штраф. Вы читали эту статью-то, по которой штраф налагается. Там же запорчу документа. А паспорт с истекшим сроком действия, он является документом? После того, как у него срок истек. Ну, они, короче, это, мы там не это. Ну, в общем, закончилось тем, что никакого штрафа нам никто ничего выписывать не стал. Вот, после этого они нам дали там эту бумагу. Мы опять в МФЦ несем, сдаем. И опять в этой пункте 18, но там уже нам дают бланк, где не особые отметки, а иные сведения написано было уже. Вот, мы там пишем, сын, вернее, пишет, что имущественные права оставляю за собой. И подпись свою. Вот, проходит неделя. Нам, ему звонят с МФЦ и говорят, придите, пожалуйста, заберите ваши документы. Вам их вернулись у ФМС. А, это самое, он говорит, а каким образом? Я вам на словах скажу. Ну, мы говорим, как это, что это значит на словах. То есть, они хотят нам вернуть эти документы. И типа мы к ним никогда не обращались. Ну, сделать вид, что мы к ним никогда не обращались. И, то есть, тот прежний договор, он как бы у них остается. А вот мы, понятное дело, до сих пор не идем, ничего мы не забираем. После чего я написала заявление в прокуратуру, что вот о своих, ну, правах все там это написала, что мы договор учреждать физлицо отказываемся. И имущественные права мы сохраняем за собой. И управление и власть мы будем осуществлять непосредственно, либо через свой род. А вот в прокуратуре, значит, под роспись у меня это все приняли. И, значит, прислали отписку, ну, не отписку, а письмо, сообщение, что они мое заявление перенаправили начальнику области вот этого УФМСа. Вот это было 16 ноября они отправили ему. И вот до сегодняшнего дня нет ни ответа, ни привета по этому поводу. И наши в итоге их договора, они находят, ой, эти паспорта находятся вот в МФЦ, потому что вот еще недавно совсем присылали эту СМС-ку, придите, заберите. И еще раз. В общем, и вот такая вот у нас сложилась ситуация. Ну, я как бы сделала вывод из всего вот этого, все, что происходит, я в общем в этой теме три года нахожусь, а сама я юрист профессиональный. Вот, значит, вывод мой сделан такой, что все это крутится вокруг имущественного права. Больше ничего никого не интересует. Все вот эти права человека, все это, это просто пустышки. Они ни о чем. Вот, например, что такое право на жизнь? Ну, что это такое? Кто-нибудь может это объяснить, что такое право на жизнь? Этого никто не объяснит, и этого применить на практике невозможно. Или там право на охрану здоровья. Подожди, 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 остановись, пожалуйста. У меня есть уточняющие вопросы. Давай, давай. Давай входить в режим диалога. Вопрос-ответ. Короткий вопрос, короткий ответ. Давай. Значит, смотри, получается сейчас у тебя и невестка, и сын, они без паспортов, правильно? Да. У них есть эти удостоверения общины, грамоты, родовые? Да. Они с ними пользуют, они их пользуют, они там, ну не знаю, там карточки банковские получают по ним? Пока у них все действующее. Ну что значит действующее? Подожди, подожди, ты не поняла вопрос. По удостоверению родовой общины они могут получить карту? Подожди, дослушай. Учись слушать. Я же тебя слушал, не перебивал. Они сейчас могут по этому удостоверению родовой общины получить банковскую карточку, или, скажем, взять билет, попутешествовать, или там пройти в здание суда. Они пользуются, имеют силу этот документ? У них опыта такого нет. Такой опыт есть у меня. Я прохожу в здание суда, в администрации, в полицию по родовой грамоте. А они состоят в общине? Да. А что они за полгода ни разу никуда не путешествовали, не заходили ни в одно здание? Полгода еще нет, только в октябре сдали. 16 октября, в конце октября сдал сын документы, а резко она учится. Ну то есть не было еще таких прецедентов. А ты путешествовала, ты билеты брала? Допустим. Билет, да, можно брать. Я брала билет и сдавала его. В смысле сдавала? Ну я не поехала никуда. До Рязани и обратно. Можно брать, билет можно. А каким образом взяла? Через кассу или электронно заказала? Через интернет. Через интернет другие документы. А там же, подожди, там же номер надо указывать. У вас еще номер есть? Номер есть. Родовая грамота, РГ пишется. А номер, мы сделали номера, они такие же наподобие паспортных номеров. Да, что есть, могу себе выслать. Но хочу сказать еще в дополнение, что, знаешь, по билетам ЖД особых проблем нет. Потому что у меня есть знакомая, которая ездит по, знаешь, что она себе сделала сама, тоже напечатала. Вот это называется, патчмейстера. Как это, свидетельство или что? По Хоффману, да? Да, патчмейстер. И тоже проблем нет. Она ездит по нему постоянно. Там ее фотографии, она сама вклеила себе, все сделала. Тоже у нее там номер, который она вводит через интернет. Там есть графа, другие документы. И вот туда это все вносишь. И билет-то вообще не проблема его взять по любому документу. А ты можешь мне и вот этого удостоверения, ее собственного, тоже фото выслать? Естественно, я все данные замажу персональные. Я просто хочу показать народу, что это все возможно. Антон, ты пропал немножко. Что ты хотел? Грамоту родовую? Нет. Вот у твоей знакомой она сама себе удостоверение сделала. Вот это удостоверение можешь сфоткать? Я хочу для всех выложить, чтобы все видели, что это возможно. Естественно, я все персональные данные замажу. А, ну, у меня ее удостоверение-то нет. Я не знаю, как. Я могу то, что у меня есть, а ее удостоверения нет. Но она его взяла в интернете. Ну, ты с ней можешь созвониться, чтобы она сфотографировала, выслала фотографию тебе, а ты мне перешлюшь. Ну, я не знаю. Я могу ей написать. Могу ей написать. В общем, спросить могу. Как она отнесется к этому, будет видно. А спросить могу. Да, с добро, пожалуйста. Но, говорю, если кто-то хочет проверить это на личном опыте, то он может это и проверить на личном опыте. Ну, прежде чем проверять. Это нужно проверять на личном опыте. Да как проверять, если ни одной фотографии нет? Вы вот все скрываете, ничего не показываете и говорите, я все сделал, а покажи. А ничего нету. Как вот ты просто словам веришь, что ли? Нужны фотографии. Фотографии чего? Билета? И билета, и удостоверения, и родовой грамоты, и форма 1П, если сохранилась. Алло, опять пропал. Да е-мое, слышно? Алло. Слышно? Алло, не слышу. Да что же у тебя со связью-то, а? Алло. Сейчас слышно? Да, вот. Я тебе говорю, вышли фотографию и формы 1П, и родовой грамоты, и удостоверения знакомой, чтобы показать народу. А то все на словах получается. Слушай, ну 1П это у меня нету, мы ее не фотографировали. Почему-то мы не догадались. Ну хорошо, все остальное можешь фотографировать. Знакомую свою попроси, чтобы она прислала. Да, хорошо, хорошо. Ну а теперь, подожди, я охотнее могу. Да е-мое, подожди, ты мне расскажи, как вы родовую общину создали? Что для этого нужно? Родовая община создается следующим образом. Собираются три члена семьи рода. Делается протокол, где все это указывается в свободной форме. Заводится книга специальная. Она так и будет называться книга, вот протоколы всех вот этих советов общины. Вот, после этого нужно пойти в газету и, значит, дать публичное уведомление о том, что такого-то числа указать координаты географические, например, ну широта, долгота, вот такие координаты. Земля, Русь, ЦССР дальше мы писали, РСФСР, по-моему, и дальше там Воронежская область, конкретные улицы, зеленая, дом 2. Принято решение по возрождению родовой общины род там Орлановичевых. Ну и все, по-моему, текст такой, но я тебе его тоже сброшу, прямо из газеты сброшу. Подожди, не только из газеты, но и сам протокол, пожалуйста, сфотографируй и вот это. Протокол он длинный. Протокол он длинный. Это пишется ручкой в этой книге. В нем ничего такого нет. Там просто пишется именно кто присутствовал и о том, что решили. Это все такие вещи, они такие личные, поэтому протокол, конечно, я не буду его... Да я все замажу, ну что ты... Я замажу и все тебе вышлю на ревизию. Ты посмотришь, скажешь, да, все нормально замазано. Можно публиковать. Ну хорошо. Ну я могу его просто напечатать, как образец, что принесать. Ну можешь тех там оформить, в орде набить и написать, что вот так, вот так же здесь фамилия. Да, 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 хорошо. Ну хотя бы так. Ну надо что-то видеть перед глазами. Вот я визуал, я вот тебя слушаю, для меня это просто пустышка, вот эти слова. Я пока не увижу собственными глазами, я не поверю. Алло. Я слушаю тебя. А, ну вот, от тебя нужны вот эти все документы. Подожди, получается, чтобы создать родовую общину, нужно просто составить протокол и публиковать в газете. А количество человек минимум три или можно одному создавать? Три человека минимум. А почему? Откуда это число? Это из права общего. Не слышно? Из обычая. Это обычное, это обычное право. Три человека могут учесть дать, один не может создавать общину. Один это один, это не община. Община это община. Ну а вот в паспорте там же двое расписываются. Ну мы-то не по паспорту уже, мы-то по родовому праву. Ну ясно, но непонятно, откуда это число три, именно три. Ни два, ни один, ни пять, ни сто. Нет, три это берется как минимум. Так, ну с современным языком это кворум. Кворум. Чтобы состоялось собрание, нужен кворум. Правильно? Все. Так, и что, и достаточно в газете публиковать и все, да? А потом что? Да, в конце ты пишешь, что претензии принимаются в течение месяца или двух недель на такой-то адрес. Все, выходит газета. И с этого момента община считается действующей, возрожденной. Делается печать общины. И вот после этого мы сделали нотариальное расторжение договоров и заявление о правах. А что за расторжение? Ты вот этот документ тоже можешь прислать, нотариальное расторжение? Ну конечно, конечно. Конечно могу. О, пришли. И мы расторгаем себе договора и заявляем себя человеком. И каждого родовича заявляем человеком и народом. Народ это мы рожденный в роду нашим. И вот там мы и прописываем, что нашим документом является родовая грамота. После этого эти документы, публичное уведомление, это считается наш родовой закон, который не опровергнут был в течение указанного срока. Мы его отнесли в сельсовет вместе с заявлением о правах и в УФМС районный. Ну и какая у них реакция была? В сельском совете приняли, просто, просто приняли и все. Ну как бы там у нас мы не все знаем, и они знают нас. Там у нас конфликтов нет. А вот в УФМС, они так сначала как-то жестко стали относиться. Нам это типа не надо. Что это такое? Это нам не надо. Что это за документы? Потом, когда я говорю, мы пришли, у нас есть же домовая книга, и в домовой книге мы сделали такую отметку, что теперь вот эта земля домовладения, это есть собственность вот этой родовой общины. После чего она заинтересовалась, эта женщина приняла у нас, спрашивала нам домовую книгу. Подожди, подожди. Подожди. Что такое домовая книга? Вы ее сами написали или та, которая в паспортном столе находится? Та, в которой, да, паспортный стол делает отметки. Она хранится дома, домовая книга. А вот если ты выписываешь, прописываешь кого-то, то ты идешь с ней вниз в паспортный стол, и там тебе стоит штамп у прописки. Вот эта книга. Это и есть домовая книга. Но она нам, значит, сказала, но вы же теперь не сможете никого прописывать. А я говорю, как это мы не сможем? Мы сможем это делать очень легко. Прописываем только теперь мы сами, как родовая община, а вас мы уведомляем в уведомительном порядке. Ну, логично. А эту домовую книгу можешь тоже сфоткать? А что там сфоткать, печать? Ну, вообще, как она выглядит? Я ни разу не видел. А, ты ее хорошо. Хорошо, я тебя фотографирую. Хорошо, Антон. И это вопрос, подожди, вопрос. Вы родовую общину, сейчас у вас три человека, да, получается? Ты, сын и невестка? Нет, нет, нет. Родовую общину создали мы три сестры. А это уже наши дети. Ну, у вас сколько сейчас человек в родовой общине? Ну, я так могу сказать сколько. Это мы и наши дети. Ну, примерно. Ну, у вас же есть это родовая... Ну, здесь 10 человек. А вы такую штуку, как родовая книга, книга живых создали? Вы там прописываете, что вообще... Обязательно. Обязательно. Родовая книга – это основа. Не только родовую книгу мы создали. Мы родовую книгу завели, где все мы регистрируем. И это самое, вернее, все пишем, нашу родовую историю. Быствой, которая называется. Помимо этого, у нас есть книга учета и регистрации, где мы регистрируем свою собственность, где мы регистрируем братья, где мы регистрируем рождение. То есть вы, по сути, получается, вам вот это, все вот эти ОМВД, ФМС, ЗАГС, это все не нужны. У вас свои учетные записи. Совершенно верно. Мы к этому вот сейчас всем этим начинаем заниматься. Ой, какие молодцы вы. Какие вы молодцы. Каких таких вот, да, препятствий вот со стороны, их особых нету. Не скажу, что. Наоборот даже. Прямо все вот, потому что у меня вот вышел ятин конфликт. На дороге отобрали машину. Просто полицейские. Ну, они там увидели, что там какая-то трещина, а двигатель там замазан, в общем. Ну, типа машина там пиленая. В общем, я с лангами располагаю. Прямо ее на этот и вот у нас штрафплощадку. А я вот когда подъехала, и такая подхожу, говорила, а в чем дело, что здесь такое происходит? Они такие, а вы, а вы что? Я говорю, как-то я старичина рода. Я старичина рода, и я всем не представляю свой род, а это Радович. А зачем вы сами себя старите? Не старичина, а глава? Ну, мы старичина написали. Раньше все-таки был старичина. Стар – это звезда. Если по нашему, по русскому языку. Это у нас сейчас старый, это очень плохо. Как в анекдоте, бредник подходит к зеркалу, говорит, что-то я какой-то старый стал. Я стар, я очень старый. Я суперстар. Вот, вот, вот. Так что, как-то так. И отношения сразу ко мне, ну, вы что? И даже, когда в полицейский участок я проходила, я сказала, что я женщина Наталья, так и запишите. Никто даже с меня ничего не спрашивал. Никаких документов. Это какая область вообще? И после этого Воронеж. Это Воронеж. А, Воронеж? Воронеж и Воронежская область. А, а что с машиной-то вернули? Ну, и так ситуацию нам повернули в хорошее такое русло, что если бы не вот этот случай, то моему взятию бы пришлось самолично делать за свой счет, а это стоит там порядка 4 тысяч, вот эту экспертизу. Ну, потому что там действительно залеплено чем-то, в общем, этот двигатель, как номер перебит. Вот что, что я вспомнила. А они вышли потом, начали очень хорошо к нам относиться, прямо все рассказывать. Да вы что, вы думаете, мы такие плохие. Вот эта машина у нас то-то. Вот это мы нашли то-то. Вот, гляньте, мы вот работаем как. Это так интересно было. Подожди, 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 ты мне не... Ну, что ты вот это вот рассказываешь, подробности, которые никому не интересны. Понятно, что они хорошо начали относиться. В итоге, что произошло? Машину вернули? Да. Очень быстро. А этот... А этот... Подожди, тот мужчина, который был хозяин автомобиля, машина была в Эрефии зарегистрирована? Что? Не поняла вопрос. Машина, машина в Эрефии была зарегистрирована? С номерами? Да, да, с номерами. А мужчина вообще в родовой общине был? Он еще нет. Это мой дядь. Ага. А это... Ты говоришь, вы, собственно... Почему он свою машину у вас в родовое общине не зарегистрировал? Антон, пока что мы только-только к этому подходим. Это такой медленный процесс. Мы к этому только подходим. Ну, ты мне скажи... У нас еще... Подожди. У нас еще не все. Понимаешь, только-только. Ты мне скажи, вы планируете это? Вот, Игорь, вы завели книгу регистрации. Там и браки, и рождение. Все в ней регистрируете. Так, а почему... Вы же точно так же можете и машины регистрировать в этой же книге. Да. Ну, тут знаешь, в чем фишка? Мы будем это делать, да. Да подожди, не перебивай. Буквально вчера мне прислали фото, что те, кто покупает номера СССР и вешивает на свои автомобили, и регистрирует их в ГАИ СССР, так называемый. То вот у одного там украли этот автомобиль, угнали. Ну, в общем, пропал автомобиль. Он приходит в ГАИ РФ. Они ему говорят, а он у нас не зарегистрирован, ищите сами, обращайтесь в ГАИ СССР. Тут у вас так не получится? Ну, в принципе, такой может быть. Ну, мне кажется, у вас... Они отмечают за то, что у них зарегистрировано. Но, смотри, они же должностные лица, они же обязаны, община-то выше, чем в РФ. По идее, они обязаны подчиниться. Вы можете написать распоряжение от имени общины, а и обязательно структурой РФ разыскать автомобиль. Ну, мы написать-то можем, но у нас пока такого опыта нет. Ну, а вы... Пока у нас... Подожди. Вы какие-либо распоряжения писали вообще? Обязывали РФ выполнить какие-либо распоряжения от имени родовой общины? Нет еще. А давно у вас создана община? Так, она... Сейчас, пожалуй, 26 октября мы ее создали, и вышла в... Ну, вот год прошел. Ага. Ну, что-то вы за год это... Ни разу не распорядились. Ну, мы пока набираем, как сказать, опыт. Понимаешь, называется редко, но метко. Чем много и никак. Ну, человека набирайте. Рот усиливайте. Да. Ясно. Хороший опыт. Ну, вам еще очень много надо протестировать. И номера, и автомобили у себя регистрируют. И распоряжения давать. И землю в это... Ну, то есть покупайте в РФ и переоформляйте на общину. Допустим, на отдельного члена общины. То есть участника общины. И всякие подобные распоряжения РФ давать. То есть вот это все вам надо протестировать. Да. К этому мы подходим к опыту. Вот по поводу, в частности, передачи земли. Потому что у моего мужа земельный участок. И он, понятное дело, что вырегистрирован в РФ. Вот. И мы его сейчас такие документы готовлю. Передачи в родовую общину. И вот это, возможно, и будет первым вот этим распоряжением. А так, пока я вот занимаюсь вот этими паспортами. И видишь, как вы уже написали там в этом заявлении, что... Потому что все наши родовичи будут сдавать эти паспорта. Поэтому вам нужно этот вопрос решить. Ну, а он завис в воздухе. Да. А вы паспорта как сдавали? Это просто, как говорится, истек срок годности, да? Да. Здесь просто потому, что пришел срок от 20 лет. Ну, невестка. В связи с сменой фамилии, а сыну 20 лет. Ясно. Ну, понятно. Вы, короче, сдаете, ну, типа, на замену. А в момент выдачи, короче, это, типа, не соответствует требованиям законодательства вашего же. И все. Да? Не соответствует, да, то, что вот это физическое лицо, оно не обладает имущественным правом. Собственно говоря, одна претензия, единственная. Потому что если гражданский паспорт, то он наделяет имуществом. А это нет. В этом вся разница. Ясно. То есть ты, как юрист, утверждаешь, что обычный паспорт, который находится у 99% населения Российской Федерации, получается, вот этих физлиц, они вообще не имеют имущественных прав никаких. Да, поэтому они являются сами имуществом. Сами являются имуществом. Я, да, я занималась этой проблемой. Смотри, у нас в паспорте стоят две подписи. Ну, наша и чуть выше нашей еще чья-то. Ну, и под ней нет расшифровки, что это именно начальник этого отделения, да, у ФМС. И я занималась вопросом, кто расписался в моем паспорте. Мне женщина так сказала, начальник, вам никто никогда не скажет, чья это подпись. Почему? Я говорю, ну, это, ну, это подпись, потому что вот этого попечителя. Потому что попечитель, это и есть гражданин, на самом деле, обладающий вот, а вот эти физлицы, они порядка по 50 штук, их можно на штуке считать, они же не живые, по 50 штук под каждым попечителем. Так поделены. И вот это все, что мы покупаем по паспорту, все это отслеживается, и за этим, да, всем следит вот этот попечитель. Ясно. Короче, прячется он за ОМВД. Да. ОМВД в данном случае выступает в роли посредника. Оно между нами утверждает вот этот договор. Они являются подсредники. И гаранты. И гаранты, да. Вот поэтому, когда в суд приходишь и говоришь, что я живой мужчина, и не несу никакой ответственности за данную персону, то вся ответственность перекладывается на того попечителя. А попечителя они не могут тронуть, потому что, ну, скорее всего, попечитель и учредил этого ОМВД. Поэтому они против своих хозяев пойти не могут. Да. Так оно и есть. Ясно. Ну, благодарствую. Давай тогда разговор закончим. Ты мне, пожалуйста, вышли все-все эти документы, потому что мне нужно что-то в видео ставить. Я хочу видео смонтировать, то есть разместить эту аудиозапись для всех. У тебя хочу спросить разрешение, можно ли это сделать. И как это, ну, понятно, что все документы, я все персональные данные замажу. Там номера, там фамилия, имена, отчество, дата рождения, вообще все замазываю. Единственное, наверное, в Воронеж, да, могу оставить, и все. Да, да. Но таких общин уже у нас больше десятка. Ну, молодцы, молодцы. По вот этому пути пошли люди. В Крыму много у нас, вот здесь, значит, в Воронеже нас двое, да. Еще есть в Москве учебили. Да я знаю, мне со всей страны звонят, везде общины создают. Народ приходит, там, это, как говорится, все уже перепробовали. И ТОСы, и МСУ, и все на свете. Все равно все приходят к общинам. Да, это, так я не услышал ответа. Даешь добро, да? Давай я все вышлю документы, посмотрю, как там, в каком там люди эти персональные все данные, и тебе-то, да, напишу, Антон. Добро, добро. Тогда ты мне все вышли, я позамазываю, тебе вышли на ревизию. Ты посмотришь, если все нормально замазано, ну, там, можешь поправить меня. Вот, когда уже окончательно добро дашь, я тогда видео поставляю и видео размещу. Если хочешь, могу на окончательную ревизию само видео, когда уже будет готово, тебе отправлю, посмотришь. Если все устраивает, только тогда я опубликую. Хорошо. Ну, видео, это не очень обязательно. Я с этим видео-то не особо. Я не особо дружу. Ну, добро, добро, тогда давай, жду я тебя документы, очень важный разговор, я думаю, всем будет интересно. Хорошо, все, я тебе отправлю, и, конечно, нужно людям рассказывать. Это один, как из путей, но он, на мой взгляд, самый эффективный. Ну, на сегодняшний день. Все, давай, благодарю, жду документы. Все, у меня именно, Антон, всего доброго. Всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok